Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь на моем спортивно-игровом канале Рус Пифа Пес. По назованию вы догадались, что сегодня мы разберем, когда же все-таки наконец-таки выйдет Пес 22 на iOS и Android устройство. Как вы уже знаете, Konami утверждали, что игра выйдет в ноябре, они это заявляли летом, и вот Пес сообщество возмущалось, что почему так долго и прочее. Мы должны зажидать с лета до аж ноября. И сейчас вот новая новость появилась, сейчас я вам это все зачитаю. Мы объявляем о переносе обновления до eFootball 22 для мобильных устройств с осени 21 года на весну 22 года. И самое главное не уточняется, а когда именно весной это все будет. То есть это может быть март, это может быть апрель, это может быть аж конец мая. Вот. То есть вся команда усердно работала над выпуском обновления этой осенью. Но к выводу пришли, что нужно больше времени, чтобы обеспечить качество, которое вы все заслуживаете. Молодцы. То есть мы будем... у нас будут завышенные ожидания, а значит по итогу там будет просто допустим обновление составов и ничего такого. Ну дизайн поменяют еще. Вот. В графоне я думаю изменений много не будет. Может быть управление пофиксит там немножко. Вот. Из-за этого мы также складываем обновления об игроках, которые включены в eFootball PS21, но не в eFootball PS22 при выпуске. Ага. Обновления об игроках. Ну это конечно будет интересно, когда допустим у нас уже там 22 год, а Роналду все еще в Windows, а Месси все еще за Барсу бегает там. Это конечно будет прикольно смотреть. Вот. Мы не планируем вносить изменения в информацию размещенного раздела, но это уже не интересно нам здесь. Ну в принципе я в PS особо не играю, давно играл, месяца три назад, но я слежу за новостями и так немножко смотрю какие события происходят, какие фишки там и прочее. Итак, мы искренне приносим свои извинения всем, кто с нетерпением ждал этого обновления. Пожалуйста помните, что мы сделали этот выбор, чтобы убедиться, что ваш опыт использования eFootball 22 для мобильных устройств является наилучшим из возможных. Конечно это такая фраза, мне не нравится она. Вот. С этой целью все мы полностью привержены работе, как над мобильной, так и над консольной версиями, чтобы улучшить игровой процесс для всех. Если честно не знаю, что там с консолью происходит, но вот на лицо что происходит с мобильной версией, все очень печально. А вот, мы обещаем, что ожидание того стоит, поэтому пожалуйста продолжайте оказывать нам поддержку в отношении Football PS21 и Football 22. То есть вы пока играйте, но мы сделаем вам крутую игру, это будет что-то очень новое, это будет что-то необычное, это будет не так как в PS21, поэтому вы играйте, ждите, и потом мы сделаем вам супер пушку продукт. Но скорее всего вряд ли это будет. Вот. У игроков будут очень сильно завышенные ожидания, а в итоге, как я уже сказал, будет лишь обновление составов, дизайн поменяют и прочее. Вряд ли они будут менять движок игры, потому что он довольно-таки неплохой, возможно там есть косяки, но в целом неплохо. Вот. Возможно поменяют управление, а в целом нет. Ну может графику немножко там вот пофиксят, мыльцо уберут немножко и все. Вот. Ну, в принципе все. Вот такая вот новость. С вами был РусФФПС. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, ждите карьеру за Спартак, скоро будет. Возможно какую-нибудь новую карьеру замутим еще. Вот. И новые кайдовые видосы. Вот. Также попрошу вас сделать репост данного видеоролика своим друзьям, потому что возможно они тоже играют в PES eFootball PES21. И возможно они даже понятия не имеют, когда выйдет новая версия. Такие играют, заходят, проверяют там каждый час, каждый день, плеймаркет смотрят. А там все еще PES21, такие, что Konami, я ухожу в FIFU. В FIFU не стоит уходить, я уже, я позже сделаю видеоролик с обзором на FIFU, что изменилось и прочее. Вот. Поэтому, ну FIFI это еще помойка, конечно, PES тоже не активно, но FIFI это вообще дресня полная. Вот. Поэтому еще раз лайки, подписки, репосты, друзья, пожалуйста. Значит, очень прошу вас лайки и комментарии для продвижения данного видеоролика. В общем, спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok